Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 942. Найдите значение выражения. В скобках 8,2 умножить на 0,45 плюс 14,71 умножить на 3,8 минус 49,436. Здесь нам нужно вначале, конечно, разобраться, какие же действия будут выполняться в первую очередь. В первую очередь, конечно, выполняется все, что в скобках. А в скобках у нас умножение. Вот первое действие. Потом будет выполняться сложение. Потом будет выполняться вот это умножение. А потом будет выполняться вычитание. Действие первое. 8,2 нужно умножить на 0,45, умножаем как натуральные числа, не обращая внимания на запятые. 2 на 5 – это 10, 0 пишем 1 в уме, 8 на 5 – 40, и 1 в уме – 41, 4 на 2 – 8, 8 на 4 – 32. Складываем 0, 1 плюс 8 – 9, 4 плюс 2 – 6, и 3 сносим. Теперь отделяем справа запятой столько цифр, сколько их одновременно в двух множителях. Всего три цифры, значит, нам нужно три цифры справа отделить, получили 3,69. Теперь второе действие. Нужно нам выполнить сложение 3,69 плюс 14,71. Обратите внимание, что мы записываем разряд под разрядом. Так, и теперь приступаем к сложению. 9 плюс 1 – 10, 0 пишем 1 в уме, 6 плюс 7 – 13, 1 в уме, 14, 1 в уме, 3 плюс 4, 7, 1 в уме, 8, единичку. Просто сносим запятую, ставим под запятыми. Получилось 18,40 или 18,4. Третье действие – умножение. 18,4 нужно умножить на 3,8. 4,8 в уме, 32, 3 в уме, 8 и 8, 64 и 3 в уме, 67, 6 в уме, 1 на 8 и 6 в уме – это 14. Трижды 4,12, 1 в уме, 8 на 3, 24 и 1, 25, 2 в уме, 1 на 3 и 5, 5. Складываем. 2, 7 плюс 2 – 9, 4 плюс 5 – 9, 1 плюс 5 – 6. Считаем количество цифр после запятых. Две цифры. Отделяем две цифры справа. Получаем результат 69,92. Ну и последнее действие – вычитание 69,92. Из этого нужно вычесть 49,436. Записали мы уменьшаемый и вычитаемый разряд под разрядом. Теперь мы должны уравнять по количеству цифр после запятой. Просто дописываем нолик уменьшаемого. Ну и теперь вычитаем. 0 минус 6. Значит, 10 минус 6 – это 4. А единичку мы разменяли здесь. 1 минус 3 – 11 минус 3 – это 8. Единичку мы здесь взяли. Значит, здесь 8. 8 минус 4 – это 4. 9 минус 9 – это 0. 6 минус 4 – это 2. Запятую ставим под запятыми. И записываем результат. 20,484. Второе. Вот такое выражение. Давайте посмотрим, что же выполняется в первую очередь. Конечно, действие в скобках. В скобках у нас умножение и вычитание. Умножение в начале, потом вычитание. Потом мы выполним вот это умножение. Потом еще одно умножение. И потом только последнее, пятое действие. Это сложение. Так, ну давайте. 3,6 умножить на 4,25. Ну, вообще-то говоря, удобнее было бы записать 4,25 на 3,6. Тогда у нас меньше было бы строк. Но можно и так, и так умножать. 6 на 5 – 30, 0 пишем, 3 в уме. 3 на 5 – 15, 3 в уме, 18. 2 на 6 – 12, 1 в уме. 3 на 2 – 6, 1 в уме, 7. 4 на 6 – 2, 4 и 2. 2, 4, 2 в уме. 4 на 3 – 12, 2 в уме, 144 получилось у нас в последней строчке. И складываем. 0, 8 плюс 2 – 10, 0 пишем, 1 в уме. 1 плюс 7 – 8, и 4 – 12, и 1 в уме – 13. Здесь уже 5, и здесь единичку. Просто сносим. Теперь считаем количество цифр после запятых. 3 цифры, отделяем справа 3 цифры. Получаем результат 15,3. Второе действие вычитания. 15,3 минус 0,7. 3 минус 7. 13 минус 7 – 6. Единичку мы взяли здесь, чтобы было 13. Значит, не 5, а 4. Сережа, 4 минус 0 – 4. Единичку просто сносим. Получаем 14,6. Следующее действие умножения. 14,6 умножаем на 5,9. Умножаем как натуральные числа. Не обращая внимания на запятые. 6 на 9 – 54, 5 в уме. 4х9 – 36, и 5 в уме. Это 41. 1 пишем 4 в уме. 1 на 9, и 4 в уме – 13. 5 на 6 – 30, 0 пишем 3 в уме. 4 на 5 – 20, и 3 в уме. 23 – 2 в уме. 1 на 5 – 5, и 2 в уме – 7. 4, 1, 6, 8. Теперь запятые. Две цифры после запятых. В двух множителях. Значит, мы отделяем две цифры справа. Получаем результат 86,14. Это третье действие. Четвертое действие. Четвертое действие. Умножение 7,9 нужно умножить на 0,2. 9 на 2 – 18. 1 в уме. 7 на 2 – 14. 1 в уме – 15. Считаем количество цифр после запятых. 2. Отделяем справа две цифры. Результат 1,58. Теперь нам нужно к результату третьего действия добавить результат четвертого действия. Значит, 86,14 плюс 1,58. 4 плюс 8 – это у нас 12. 1 в уме. 1 плюс 5 – 6. И 1 в уме – 7. 6 плюс 1. Восьмерку сносим. Запятую под запятыми. Записываем результат. 87,72. Третье. Так, перепишем все выражение. Так, ну давайте проставим, какие же действия у нас будут выполняться. Вот это первое действие, первые скобки. Дальше, следующим будет действие во второй скобке. Так, теперь умножение. Значит, вот это третье действие. Вот это четвертое действие. Вот это пятое действие. Дальше. Шестое – это вот это сложение. И седьмое – вот это вычитание. Так, ну первое. Первое – это 34,1 минус 18,4. 1 минус 4, 11 минус 4, 7. Единичку мы здесь взяли. Значит, 3 минус 8, 13 минус 8, это 5. Опять мы единичку здесь взяли. Значит, не 3, а 2. 2 минус 1, а 1. Запятую под запятыми. Получилось у нас 15,7. Второе действие. Второе действие – это у нас сложение. 9,8 плюс 1,6. Складываем. 8 плюс 6 – 14. 1 в уме. 9 плюс 1 – 10. И 1 в уме. 11. Запятую ставим под запятыми. Результат – 11,4. Третье. Теперь нам нужно 0,7 умножить на результат первого действия. Значит, нужно умножить на 15,7. Ну, вообще говоря, удобнее, поскольку от переменной мест множителей произведения не меняется, то мы сделаем так. Мы умножим 15,7 на 0,7. Так будет просто удобнее. 15,7 умножаем на 0,7. Здесь нам нужно только одну строчку записать. 7 и 7 – 49. 9 пишем 4 в уме. 5 на 7 – 35. И 4 – 39. 9 пишем 3 в уме. 1 на 7 и 3 – 10. И отсчитать нужно две цифры. Справа отделить две цифры. Это результат третьего действия. 10,99. Действие четвертое. 0,5 умножить на 18,6. Поменяем местами множители. Так тоже будет удобнее умножать на 0,5. 6 у 5 – 30. 0 пишем 3 в уме. 8 на 5 – 40 и 3. 43 – 3 пишем 4 в уме. 1 на 5 и 4 – 9. Отделяем две цифры. 9,30 или 9,3. Давайте все-таки здесь напишем, что это было у нас четвертое действие. Вот четвертое действие. Вот это было третье. Все-таки вот так напишем. Вот это первое. Так, теперь пятое действие. Пятое действие. Нам нужно умножить. Результат второго действия – это 11,4. Нужно умножить на 1,4. Умножаем 4х4,16. 1 в уме, 1 на 4, 1 в уме, 5. 1 на 4, 4. 1 на 4, 1 на 1, 1 на 1. Складываем. 6, 9, 5. Единичку сносим. И две цифры справа отделяем запятой. 15,96 – это у нас результат пятого действия. Действие шестое. Вот в шестом действии нам нужно… Результат третьего действия – это 10,99. Нужно добавить результат четвертого действия. Добавить 9,30. Так и напишем. Нам все равно нужно было бы добавлять, дописывать нолик. Складываем. 9, 12, 1 в уме. 0 плюс 9 и 1 в уме – 10. 0 пишем 1 в уме. Единичку к единичке добавляем 1 в уме. Получаем 20,29. И последнее седьмое действие нам нужно из полученного вот этого результата шестого действия нам нужно вычесть результат пятого действия. Вычесть 15,96. Вычитаем. 9 минус 6 – 3. 2 минус 9 – 12 минус 9 – 3. А единичку мы здесь разменяли. Значит, вместо нолика у нас 9. 9 минус 5 – 4. Вместо 2 – 1,1 минус 1 – 0. Запятую ставим под запятыми. И записываем результат. 4,33. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...